Война за баннеры. В разгар предвыборной кампании ожесточенные баталии ведутся не только за голоса избирателей, но и за самые популярные сейчас рекламные пространства – стены домов. Жительницы Екатеринбурга едва не задушили за то, что она выступила против снятия с собственного дома баннеров кандидатов в депутаты. Несмотря на согласие жильцов многоквартирника, специалисты управляющей кампании уверены, бумажные плакаты – одна из причин разрушения здания. Может ли политика сломать стену, разбиралась Екатерина Цыганкова. Современные воплощения русской классики. Молодой крановщик едва не задушил 70-летнюю жительницу Екатеринбурга, однако делила пара не деньги, а политические баннеры, висящие на стене многоэтажки. Я смотрю, что все равно снимают. Ну как так? Мы решили всем домом, а тут снимают. Но я, конечно, поднялась на площадку и встала закрывать эти рычаги управления, чтобы шофер не продолжал дальше опускать. Разместить на фасаде здания баннеры «Справедливая Россия» жители многоэтажки решили на общедомовом собрании. Провели голосование и собрали около 80% подписей. Однако, несмотря на это, управляющая компания растяжки решила снять, объяснив жильцам, что именно такие массивные плакаты могут стать причиной разрушения зданий. Тогда владельцы растяжек провели независимую строительную экспертизу. Вот ее выводы. В процессе проведения монтажа и демонтажа информационных полотен несущие конструкции обладают достаточным уровнем надежности и обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию. По мнению владельцев плакатов, такое излишнее волнение за состояние стен здания проявляется исключительно в активный агитационный период. Да как каждый выбор запрещает размещать «Справедливая Россия» билборды, срезает, не стесняется. Они уничтожают любые растяжки на балконах. После долгих прений жильцам удалось отвоевать стены собственного дома у управляющей компании. Однако на период предвыборной гонки за плакатами решили следить внимательнее. Екатерина Цыганкова, Ярослав Прохоров. Новости Екатеринбург.